Загар Можно буквы, можно надписи, можно просто сердечки. Иногда мы на заказ какие-то разрабатываем узоры, орнаменты. Заказываем заранее. То есть это как такое временное тату? Временное, солнечное тату. А можно рекламу там на спине? Продам гараж и телефон федеральный. Легко. Судя по тому, что на нашей модели мы сейчас попросим повернуться боком, написано ТВК. И сердечки. Можно все, что хочешь. А Александра любит ТВК. Отлично, замечательно. Это все наши зрители. Давайте тогда рассказывайте, сразу перейдем к делу. Что мы будем делать? Вот мы сделали наклейку ТВК, а дальше как? Под ней, вокруг нее? Как это будет все выглядеть? Можно, в студии, конечно, мы не будем показывать всю процедуру до конца. Ну, чуть-чуть. Начать-то мы начнем, чтобы зрители понимали, что происходит. Мы начнем, покажем именно эту область. Давайте, давайте, Ирина, конечно. Вы можете наносить моментальный загар и рассказывать, что происходит. Зачем мы принесли с тобой пылесос, например? Это специальный пылесос для мелкого распыления, чтобы все ложилось на кожу. А уже идет распыление сейчас? Счастливыми капельками, да. Или вы пока телитесь? Да, вот на наклеечке уже видно, потому что она себя не впитывает. Труя невидимая. Труя, да, очень тонкая, легкая, невидимая. Ну вот смотрите, получается, если мы сделаем такую наклейку, то буква В здесь будет просто два кругляшка. Я вот не совсем понимаю, как это будет выглядеть. Или это будет вокруг нее тоже? Вокруг тоже, я так понимаю. Забавно. Мы же сейчас снили наклейку? Как надолго хватит такой временной процедуры? Около двух недель. Около двух недель. Ну вот смотрите, вы же... Скажите, две недели можно, я скажу, Женя, мыться можно в туши? Нужно. Тереть себе мочалкой? Тереть мочалкой, конечно, не стоит, потому что чем больше будет механических воздействий на кожу, тем быстрее будет сходить такой загар. А баня, парилка? Баня, пожалуйста. Единственное, что веник, конечно же, будет обновлять кожу. Я же сейчас правильно понимаю, что мы покрываем все тело, просто те участки, которые у нас закрыты, они останутся светлыми, в этом суть. Да. На данный момент мы, конечно, покажем только животик. Ну, хорошо, да. Остальное мы сделаем за кадром. Уже смотрите, сразу золотистый загар можно. Давайте аккуратно отклеиваем сердечки. И так, и так, и так, и так. Да, спасибо. А как быстро сохнет? Вот, кстати, сейчас уже получается все высохло или все-таки лучше подождать? Буквально 3-4 минуты и, в принципе, можно одеваться. Ой, какая прелесть. Мне кажется, что когда у тебя на отдыхе нечаянно загорает цепочка на шее, ты начинаешь по этому поводу переживать и как-то ее убирать. Здесь уже мода сейчас диктует, что переживать не нужно. А здесь получается, как будто бы так и хотел, чтобы у тебя что-нибудь осталось на теле. Удивительно. Как действительно со временем меняется все, и в том числе и мода. Людмила, помогите, помогите Ирине, пожалуйста. Да, я боюсь просто. Можно, да, я вам буду помогать? Так, я смачкаю. Скажите, пожалуйста, у меня еще такой вопрос. Сколько занимает сама процедура от моментального загара? Буквально 7-8 минут. А у вас, что называется, на производстве больше вот этих машин? Эти тоже снимаем? Да, конечно. В студии у нас более профессиональное оборудование. Просто с собой его сюда принести. Это просто переносное. Ну, походите к нам сюда, Александра. Мы покажем, что у нас получилось. Итак, здесь у нас сердца, как вы увидите. А теперь внимание. Та-дам! Александра, скажите, сколько вы готовы носить такую надпись на своем теле? Пару дней могу. Пару дней. Могу походить. То есть пару дней вы можете приходить к нам в студию и вот... Могу каждый день сниматься, да? Каждый день, пока не отмоется, приходите, говорите, а я сегодня знаете, где была? Вот где. Ну да, я вообще две недели же держится процедура. Скажите, а какие ощущения, когда вот это все прибор работает? Вообще ничего не чувствуется? Ну, немножко прохладненько, а так нормально вообще. Вот, Ирина... Ну, никакого дискомфата. Зато нашим зрителям сейчас жарко, когда вам немножко прохладненько. Ирина, скажите, пожалуйста, а если мы сделали какой-то рисунок, и тут вдруг я понимаю, что это не то? Ну, например, не знаю, девушка пришла, сделала, значит, имя во всю спину. Хотела, чтобы была Федя, а потом говорит, Петя, Петя, а не Федя. Или поругалась с ним. Можно вот буквально на следующий день прибежать и как-то это все замазать или сделать, переделать имя? В принципе, можно немножко порисовать аэрографом и аккуратненько, тем жетоном все закрасить, спрятать. То есть теоретически это можно все убрать? Да, также если у вас, допустим, загорела цепочка или ненужный след от купальника остался после отпуска, или вы просто загорели в маечке, борцовочке летом, и хочется надеть платье спиной, можно поправить все вот эти неудачные загары. Теперь важен вопрос, следы на одежде, особенно на белой одежде, особенно если человек, например, немного вспотел. В первые часы после процедуры, конечно, одежда будет немножко пачкаться, потому что лосьон в себе содержит бронзаторы, чтобы мастеру было видно, куда и сколько наносится лосьона. После первого душа пачкаться уже ничего не будет. То есть постель тоже останется чистой? Да, даже если у вас в первые часы после процедуры что-то испачкалось, все стирывается, все граусы, без всяких проблем. Это важно. Это очень важно, особенно для невест, для свадебных платьев, да и просто в жизни, чтобы не оконфузиться. Ну что, давайте, Александр, мы вас просто попросим еще раз пару шагов вперед и вокруг себя покрутиться, чтобы у зрителей была возможность на вас красиво посмотреть и еще раз увидеть, как вы любите ТВК. Как мы все любим ТВК. Спасибо большое. Ирина Самсонова, технолог федеральной сети студии «Моментального загара». Александра, вам тоже огромное спасибо. Мы продолжаем нашу программу, ну а вас отправляем доделывать эту красоту.